Перед началом основного видео хочу порекомендовать вам подписаться на мой новый канал распаковок посылок от VTNT. Как вы видите, посылок огромное количество, поэтому будут там постоянно выходить видео, уже выходят и стабильно будут выходить новые. Так что в описании есть ссылка на этот новый канал, переходите и подписывайтесь. Всем привет друзья, с вами Семен Тишевский, в руках у меня Xiaomi Redmi Note 3 Pro и сегодня наша задача затестить именно этот аппарат. Ну что ж, какие критерии как обычно мы будем оценивать? Первое это нагрев смартфона во время игр, затестим как греется, греется ли вообще, в общем все протестируем. Второе это расход батареи во время игр, посмотрим что как чему. Ну и третье естественно это производительность самого аппарата в играх, что тянет, что не тянет, все с вами затестируем. Итак, начнем мы с Asphalt 8, не знаю почему не с танков как обычно, но вот хочу с Asphalt 8, тем более он был запущен в фоновом режиме, сейчас протестим именно его. Итак, смотрим что графика у нас стоит на высоких настройках, значит все хорошо, можно тестировать. Так, нажимаем игра, ну что ж погнали, та отвали ты. Вот так, ееее, отлично. Друзья, но хочу сказать, что графика очень впечатляет, просто супер. Реально очень круто. Не знаю видно ли вам хорошо, но и мне очень нравится, реально. Никаких подтормаживаний, кстати хочу отметить, что динамик в этом смартфоне находится на задней крышке самого аппарата. Это круто, потому что сам динамик не прикрывается, вы все звуки слышно, но это касательно того, что если играть без наушников. Но все равно это какой-то определенный плюс, это точно. Так, перелетаем. В общем, друзья, реально, кстати, не вижу я пыли на машине, как это было в других аппаратах. Значит не на всех самых максимальных настройках здесь стоит. Но согласитесь, пыли-то нету. А там была, допустим, в каком аппарате? Meizu M3 Note, по-моему, была. Нет, не в M3 Note. Я уже не помню в каком аппарате, но в каком-то точно была пыль, которую из недавних я тестил. Я уже говорил о том, что это показатель того, что аппарат мощный, но, видите, пыли здесь нету. Но, тем не менее, хочу сказать, что играть реально удобно. А, кстати, видите, пыль немного появляется на машине, если присмотреться. Но она не так отчетливо видна, как было на том аппарате, которым я предпоследний, по-моему, тестил. Я уже не помню, честно, какой. Я уже их столько тестил, что я реально не помню. Ох, даблкил. И следующая гоночка у нас Need for Speed No Limits. Как видите, сейчас она загружается. И сейчас протестим именно ее. Так. Гонка на время. И сейчас посмотрим на графику. Ну, видно, что графика уже хорошая, уже мне нравится. Отлично. Смотрите, отзывчивость на высоком уровне. Качество, переливы. А где-то я тестил и переливов не было. Не помню, в каком аппарате. Но, реально, переливов не было. Здесь все окейно. Все четко. Как и должно быть. Очень годно. Реально, очень годно. Ну, круто. Итак, вторая гоночка. Сейчас еще разок посмотрим на наши результаты. Как идет игра и прочее. Ну, видно, реально, я еще... Я не малейших подвисаний за все время, сколько я в нее играю, не заметил. И меня это очень радует. А вас это, друзья, радует? А вас это, друзья, радует? Ну, не знаю, меня реально радует, потому что аппарат годный. Игра идет, точнее, пока это хорошо. Кстати, асфальт тоже классно и шел. Ну, супер. Супер. Что я могу сказать? Реально супер. Ну, что ж, следующие у нас танки. Заходим на стройки. И смотрим, что у нас все стоит на высокое. Мы ставим. Тени, трава, все включено. Теперь пробуем на максимальнейших настройках. Здесь поиграть и посмотреть, что у нас из этого всего выйдет. Так, возьмем Матильдочку и в бой. Итак, я загрузился прямо в начало боя. То есть, под фразу бой начинается. И у меня 60 фпс. Очень интересно. В снежной карте, ребят. 60 фпс в снежной карте. Смотрите сами. Так, сейчас 56-60. Держится. Вау. Пока я обескуражен и поражен, потому что это офигеть какой результат. Это просто космический, бомбический. Так, кто там? Т-46. Надо подъехать на горочку. Ой, сушка там. Ооо, ребята, так. А, не за горкой, а сушка тоже. Исушка за горкой. Все за горкой. Ладно, приеду налево. Ребят, 60 фпс стабильно держится. Какие вопросы? Никаких вопросов. Ха, круто. Реально не ожидал. Реально, максималки. 60 фпс. Все нормально. А почему бы и нет? Ооо, кого-то стрельнул. Отлично, отлично, отлично. Пробил. Может и заберу еще? Ай, не, не заберу. Ну ладно, хоть стрельнул. Ура! Далее стрельнул. Спасибо, ребята. Вы так добры. Отлично. Так-так-так, кто там? Ах, ты ж Т-28. Не заметил, ребят, прикиньте. Так-так-так-так-так. Сводись, сводись на нем. Ах, ты ж зараза, на! Так, с Т-46 можно ему плюху дать, чтобы не расслаблялся. Ого! БК ему взорвали. Ребят, 47 фпс, 50 я вот смотрел, параллельно пока тут заигрался. Ну, 50 фпс держит. Даже если бы 40 фпс на максималках с тенями, это годный результат. Ну что ж, грузится на следующий бой. Мне стало интересно, было это одиночное явление или это все-таки норма для этого аппарата. То есть, такие хорошие, точнее, показатели. Сейчас проверим. 4 секунды до начала боя. Смотрите, та, красавец, 50 фпс. Конечно, в бой. С такими показателями так и хочется в бой. Я поеду направо. Я стану тут за горкой и буду накидывать, потому что по-любому туда поедут. И я все-таки поеду направо. А вот, прям вот так, нагло, налево поехали тоже наши совзводные. Ребят, 59 фпс. Серьезно, очень, очень, очень круто. Так, ну что, дальше продолжаем играть. 60 фпс так и держится. Ой-ой-ой. Так, проходим дальше. Так, они что, вернулись? Или они так толком и не ехали? Да, ладно. Ну, нам главное не игра и то, как кто-то играет, там, совзводный или я. Главное, как идет игра, ребят. А игра-то идет обалдеть как. Захват базы. Отлично. Сейчас мы отсюда выйдем и посветим их, малеха. Надо назад, сдавай, ну сдавай назад. Гусеница восстановлена и нифига не едет. Да ну, это облом какой-то, реально облом. Но кто не может, никто помочь? Где они там? Ладно, пофиг. Ребят, качество графики реально классное. Фпс 60 держался на максималках с тенями. Круто, давайте смотреть следующую игру. Ну что ж, ребят, следующая игра WWE Immortals. Теперь повалимся в файтинг. Ну, хочу сказать, что качество прорисовки. Насколько я знаю эту игру, но прорисовано здесь реально все. Никаких урезаний графики нету, все четенько. Мне нравится. Согласитесь, годно. Картинка четкая и видно хорошо. Дэниел Брайан нас бьет. Сейчас мы ему сделаем атаку мощную. Тащи. Надо выиграть. Мы не можем проиграть на видео. А, блин, он девушку бьет. Надо девушку брать. Ох, как она меня колбасит. Ах ты. Ну, по поводу как идет игра, реально круто. Так. Я ж нажимаю. Да я нажимаю, ёкарный. Так. Отлично. О, и она суперудар мне сделала. И головой об пол. Спасибо. Друзья, ну заметьте, ни одного подвисания за все это время не было. Так, заблокировали. Теперь отхватываем. Точнее, она отхватывает. И теперь завершим комбо ударом. Есть, отлично. Остался один Дэниел Брайан. И мы сейчас его будем наказывать. Давай, давай. Есть, блок. Отлично. Ох, нет, этого еще не завалили. Я даже не знаю, кто это такой зеленый. Какая-то ящерица. Так. Получай. И остался один Дэниел Брайан. Все. Отлично, ребят. Но игра идет зачетно, согласитесь. Просто круто. Ну что ж, друзья, давайте подводить какой-то общий итог об этом аппарате. Хочу сказать по поводу автономности. На начало записи я посмотрел, время было 14.10. И 43% заряда батареи. Но если почитать, получается больше 8 часов. Но это, в принципе, вряд ли во время игр, я думаю, 5 часов он будет где-то стабильно держать. Еще смотря какие игры, смотря какая яркость у вас стоит. Но автономность у него реально зачетная. Теперь по поводу нагрева. Хочу сказать, что аппарат не сильно нагрелся. Здесь в районе сенсора отпечатков пальцев и камеры он немного горячеват. Ну а так, в целом, то есть еще аппарат держать реально можно. Хоть я и тестил всего полчаса, но другие аппараты за это время уже были кипяток. А этот еще держится. Теперь по поводу игр. WWE Immortals. Вы сами все видели. Только что в нее играл Nistforce Speed No Limits. Реально зачет. Asphalt 8 на максимальных настройках. Хотя с пылью там был непонятный вопрос. У меня до сих пор он стоит. А танки вообще просто лайк, лайк, лайк. Реально так идти. Это реально зачетно. И качество графики и FPS все было на высшем уровне. Ну что ж, а я с вами прощаюсь. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч, новых видео. А также подписывайтесь на страницы социальных сетей. Группу ВКонтакте, Инстаграм и Твиттер.